День, уходит снова день, за ним закрыли дверь и повернули ключ. Зря ты новых песен. И был больше, чем поэтом. Его песни при Горбачеве называли саундтреком перестройки. Они и правда шли фоном в программе «Взгляд». Кормильцев бесспорно среди современных пророков Отечества. Наряду с БГ, Шевчуком, Виктором Цоем, он был таким же паромщиком времени, помогавшим людям перебраться от социализма к свободе и не утонуть в понятиях. Только в их случае исполняет автор, а словами Кормильцева пели другие, самый знаменитый из которых Вячеслав Бутусов. С ним у Кормильцева отношения были разными, но спокойными никогда. После выхода первого брата, где Бутусов снялся, Кормильцев прямым текстом грозил ему и режиссеру Балабанову врезать по физиономии. И проклял солиста, когда тот спел пару песен наутилуса на слете движения наших. А начинал он среди тех, кого тогда считали не нашими, а подозрительными элементами. Это облезлое конструктивистское здание в Екатеринбурге в начале перестройки было простым ДК. И вот здесь, в правом крыле, собирались рок-н-ролльщики. Это был главный уральский штаб рок-революции. Окна выходили прямо на обком. И, кстати, тогдашний Свердловский, первый секретарь Ельцин, вот здесь часто проезжал на работу. Илья Кормильцев умер в Лондоне почти онлайн, борясь со смертью в своем блоге в интернете. В нашей программе «Последнее интервью поэта». Корреспондент Алексей Симахин понял, что кормильцевская строчка «Пьяный врач мне сказал, тебя больше нет» оказалась автобиографической. В тот момент, когда часы поэта были сочтены, его друг давал концерт в Германии. Спасибо, спасибо большое. Он так и не дождался славы. Слава, ну, то, что собирался заехать, ладно, на следующую неделю. И решил увидеться. Молодая жена в палату к умирающему мужу тоже не пришла, хотя и была ближе. Я учусь. Это зима, это все мое время. Из больницы поэта отправили в хоспис, где обычно оставляют умирать. Когда-то он написал эти строки. Для двоих я хочу быть с тобой, и для одного я хочу быть, просто быть. В ночь на 4 февраля Ильи Кормильцева не стало. Ни блюзы, ни реквием, а ни даже колыбельно он написать не успел. Ни тленкой поэта стали эти взрослые рифмы, исполненные детским хором в финале фильма «Брат-2». В стенках в воздухе крикнет последний мой бумажный пароход. «Брат-2» 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 Субтитры создавал DimaTorzok